Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Совсем недавно у нас уже состоялась беседа с Мариной Владимировной Дедюшко, где мы говорили о работе с предприятиями реального сектора экономики. Сейчас у нас есть возможность продолжить эту встречу и поговорить про ТОР, который формируется в городе свободным, и самое главное, как все это связано с жизнью нашей области. Еще раз представляю, у нас в гостях Марина Дедюшко, первый заместитель председателя правительства Амурской области. Здравствуйте, Марина Владимировна. Здравствуйте, Евгения. Марина Владимировна, ну вот формирование, наверное, людям не так понятно, да, вот эти вот все процедуры, поэтому давайте как-то попробуем это объяснить. Сейчас на какой стадии находится вот этот вот процесс формирования в то раз свободный, и вообще есть ли там какое-то уже движение активное? Хорошо. Наверное, будет интересно услышать, что у нас два ТОРа территории, опережающие стальной экономического развития, уже сформированы, созданы, и уже работают резиденты в этих территориях опережающих стальной экономического развития, и даже уже близки к производству продукции на тех мощностях, То есть уже скоро выпустится первая продукция, да? Да, которые будут уже, которые функционируют в этих зонах. У нас есть ТОР Белогорск и ТОР Преамурская. В ТОРе Белогорск – это производство хлебобулочных изделий и завод по глубокой переработке сои. И продукция по заводу хлебобулочных изделий уже осуществляется на модернизированных, реконструированных площадях. А по заводу по производству, по глубокой переработке тоже мы ожидаем первую продукцию уже в этом году. Что касается ТОРа Преамурский, в этом ТОРе цементный завод, практически стопроцентная готовность. Завод вводится в эксплуатацию в этом году и будет осуществлять производство продукции. Это производство цемента. По нефтеперерабатывающему заводу тоже идет активная стадия реализации проекта. Идет проектирование, подготовка площадок производственных для размещения строительства. ТОР Приамурская очень тесно взаимосвязан с строительством пограничного мостового перехода через Амур. И работы по этому проекту тоже ведутся очень активно. Я сейчас не буду останавливаться для отдельной передачи. Это очень интересная история строительства этого моста. Сегодня подготовлены практически все документы, необходимые для того, чтобы летом этого года приступить к строительству пограничного мостового перехода. И вот тогда со строительством пограничного мостового перехода для территории опережающего социально-экономического развития Приамурская откроется второе дыхание. И те незанятые площадки, которые на сегодняшний день не востребованы резидентами, они, безусловно, будут востребованы для размещения производственных мощностей, для размещения транспортно-логистического комплекса. И третья территория опережающего развития – это Тор Свободненский. Это газовый Тор. Он связан с переработкой газа. И этот Тор получил одобрение на всех последних встречах в Минвосток развития. И с полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Петровичем Трутневым. Он получил поддержку. На сегодняшний день Минэкономразвития в Морской области занимается подготовкой необходимых документов для создания, для выхода постановления правительства о создании этой территории опережающего развития. Ну, конечно, все эти территории, они не ради, конечно, только исключительно ради этих территорий, а, конечно, это в первую очередь для экономики области. Очень огромные инвестиции, очень дополнительные высокопроизводительные рабочие места. Это налоги бюджет, это весомая прибавка к валовому региональному продукту. И еще одно из основных – это формирование новой структуры экономики. Новая структура экономики – это промышленно-производственные структуры. Как это отражается? Вы задали вопрос, как отражается на экономике. Ну, вот, в частности, последний вопрос, который тоже потребовал очень серьезных совместной работы нашей территориальной распределительной компании ДРСК и правительства Мурской области по проекту электроснабжения газопровода «Сила Сибири». Возникла реальная угроза передачи этого проекта. То есть, что мы можем просто не справиться, да? Там было ряд причин, но нет, никто не ставил под сомнение возможности ДРСК. Там несколько другие задачи решались за счет такой схемы. Ну, во всяком случае, схема была такая, что для электроснабжения газопровода к нам должна была зайти территориальная распределительная компания, которая не имеет сетевых активов на территории Амурской области, работает в зоне действия Сибири. Это МРСК Сибири. То есть, это что для нас значит, определенно? Это для нас крайне отрицательное негативное влияние. Ну, во-первых, заходит новая территориальная организация, она заходит, должна была зайти со своими расходами. Эти расходы, ни много ни мало, 418 миллионов рублей. Это значит, что к тем расходам, которые оплачивают потребители в цене электроэнергии, по содержанию нашего территориального сетевого комплекса добавлялись бы еще 418 миллионов. То есть, нам это, естественно, совсем не пригодилось бы. Да, конечно. Это повышение тарифа на 6%. В результате такой принципиальной позиции, которую мы, правительство области озвучивало, отстаивало, и этим вопросом лично занимался губернатор Амурской области Александр Александрович Козлов. Мы отстаивали свою позицию в Минэнерго, в правительстве Российской Федерации. Опять-таки, обращались за помощью в Минвосток развития, в Кюрию Петровичу Трутневу. Везде были поддержаны, потому что социально-экономический эффект был крайне отрицательный. Действительно, социальные задачи одни, наоборот, сделать все, чтобы не росли тарифы, а здесь обратная ситуация получилась. И нам удалось ставить свою позицию. Это вместе с ДРСК, с РАОС «Востока». И на сегодняшний день принято решение, есть протокол заместителя министра энергетики о том, что присоединение магистрали газопровода «Сила Сибири» будет осуществляться через дальневосточную распределительную сетевую компанию. На территории Амурской области – это три компрессорные станции. Дополнительное потребление – это 148 миллионов киловатт-часов. И это позволит, кроме того, что это возможность для развития сетевого комплекса непосредственно для ДРСК, это еще возможность в дальнейшем расходы на содержание сетевого комплекса распределить на эти 148 миллионов киловатт-часов. То есть, есть возможность снижения электроэнергии, тарифов на стоимость электроэнергии. То есть, я вас правильно поняла, абсолютно все потребители Амурской области в итоге это почувствуют? Абсолютно все потребители это почувствуют, да. Ну, это, конечно, вообще прекрасная новость, особенно в это время непростой. Я думаю, что это всех порадует. Марина Владимировна, я так понимаю, с инвесторами тоже, видимо, уже проблем нет. Сколько лет мы пытались привлечь инвестиции, и теперь, видимо, вот все-таки этот момент уже наступил, да, когда они сами идут к нам. Я так понимаю, вы это тоже чувствуете? Да, потому что, да, действительно, очень много заявок от потенциальных резидентов для участия. Созданы, конечно, замечательные условия для инвестирования. Ну, здесь очень важно не только хорошие условия, благоприятные условия в инвестиционной фазе, но очень важно создание благоприятных условий и в производственной фазе, то есть снижение себестоимости всех факторов производства, одним из которых является, конечно, стоимость электроэнергии. Марина Владимировна, спасибо вам большое за такую интересную обстоятельную беседу. Мы ждем вас еще к себе в гости. Хорошо, спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Марина Дедюшко, первой заместитель председателя правительства Амурской области, а вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи.